Враг отходил в сторону Керченского пролива. Линию обороны в районе станицы Благовещенская наши войска прорвут только через неделю. А в эти дни, 74 года назад, в только что освобожденной Анапе приступили к восстановительным работам. Мы помним о том, что 13 месяцев Анапа была подметом фашистов. Сегодня наш президент Владимир Путин делает все возможное для того, чтобы день освобождения Анапы был один именно в этот день. Чтобы других вариантов, и тех, кто хочет нас поработить, кто хочет землицы наши отделы, небо никогда не будет. От имени исполняющей обязанности главы муниципального образования городка Анапы Юрия Федоровича Полякова прошите пожелать всем присутствующим, анапчанам, ветеранам, мирного неба над головой, доброго здоровья и счастья. Большая часть участников мероприятия – школьники. Выступающие подчеркнули, что восстанавливать Анапу после оккупации приходилось их сверстникам, те, кто постарше были на фронте. И сегодня такие встречи проходят именно ради них. Многие, знаю из вас, смотрят фильмы о Великой Отечественной войне, смотрят и оценивают, как воевали наши предки. Вместе с тем вы думаете о том, какая боль была в это время, когда была захвачена Анапа. Сколько было расстреляно и погибших жителей нашего прекрасного города. Помните, что это не просто день для вас, а это день, когда мы должны вспомнить тех, которые защитили и освободили наш город и нашу Родину. Митинг проходит у монумента, который символизирует конфликты современности. Ветераны войны в Афганистане рассказывают, что воспитывались на подвигах солдат и офицеров Великой Отечественной. Вернувшись домой, мы тоже считали, что все, больше ничего не будет, хватит. Но была Чечня. И тоже это все легло на плечи молодых пацанов, на плечи их матерей. И вроде бы все хорошо. Россия начала подниматься. Сейчас Сирия. И дай бог, чтобы на самом деле это было последнее. К монументу возложили венки и цветы. В эти дни памятные мероприятия проходят по всему городу и в сельских округах. КОНЕЦ